Добрый день! Начинаем наш еженедельный обзор новостей. Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену перевода часов. Мне кажется, это здорово отказаться от перехода на летнее и зимнее время и жить всегда по одному времени. Правда, есть один нюанс. Почему-то в законопроекте решили остаться именно на зимнем времени, мол, потому что это соответствует нашему часовому поясу. Хотя, как мне кажется, гораздо логичнее оставаться на летнем времени, потому что так люди застают больше светового дня. Сейчас уже никто не встает особо рано, чтобы попасть в 8 часов на завод, на работу. Обычно рабочий день у многих начинается вообще в 9, и хочется застывать как можно больше светового дня, чтобы заход солнца был в 9 часов вечера летом, а не в 8. Особенно, чтобы не было захода солнца зимой в 4 часа дня. Пусть оно садится попозже. Вот мне как-то больше нравится именно летнее время, да, немножко раньше вставать. А зачем нам, чтобы зимнее оставалось, тогда летом рассвет будет вообще в 3 часа ночи. Кому это надо, мне непонятно. Ну, по крайней мере, так думаю я и, в принципе, мое окружение. Но напишите, как вы считаете, какое вам время больше нравится, на каком бы вы хотели остаться. Или же, может, стоит оставить вот этот перевод каждую осень и весну и жить, как жили. Киевский завод «Большевик» могут продать за миллиард гривен. Государство готовит приватизацию территории завода «Большевик». И мне кажется, это, в принципе, правильная идея, потому что производство в городе сегодня не должно быть такого. И, в принципе, оно там мертвое и убыточное. То есть, это такие заброшенные цеха, в которых, по сути, ничего не происходит. Они там разваливаются. И действительно, современная практика в городах такова, что все производство выносится за его пределы, за его границы. Производство вредное, а город в основном сейчас живет за счет услуг, за счет обслуживания, за счет какой-нибудь сферы IT, которая тоже, по сути, является услугой. И в этом состоит основной валовый продукт. Индустриализация уже прошла, и города зарабатывают по-другому. Поэтому абсолютно логично перестроить действительно вот это промышленное здание в что-то более функциональное, которое соответствует сегодняшним реалиям, в том числе экономическим. Мне нравится, что сделали с «Большевиком» ту часть, которую переделали в ТРЦ. Мне нравится та архитектура. Это действительно, с архитектурной точки зрения, одно из лучших ТРЦ в городе, потому что там сохранили старые цеха. Там остались вот эти огромные фермы, которые должны выдержать бомбежку. Там сделали санузлы в бомбоубежищах. Это очень круто, вот адаптировать существующую архитектуру под современное использование. Надеюсь, что и остальные цеха тоже будут как-то использоваться. Очевидно, что необходимо часть из них снести, потому что их там никак нельзя переоборудовать. Скорее всего, этот весь район застроят каким-то жильем. Но в том числе там есть памятники архитектуры, цех номер 5, например. Его бы было здорово сохранить и сделать там какое-то такое, знаете, лофт пространства. Например, того же там «Киевфудмаркет», как использовали. Ну или еще что-то. Надеюсь, что это все будет прописано и надеюсь, что еще и будут какие-то архитектурные конкурсы на это все. Ну посмотрим, как будет развиваться. А в целом приватизация – это правильно. Депутаты Киеврады хотят отдать территорию стадиона под застройку очередной ЖКшечки. А именно это депутаты из фракции «Европейская солидарность», «Удар» Виталия Кличка, «Немножко из ОПЗЖ» и «Баткевщина в полном составе». Мне кажется, это очень показательное. Слава богу, я ни за кого из этих партий не голосовал. Но вообще это стыдно. Да, действительно, там город должен развиваться, жилье необходимо и все такое. Но, наверное, это необходимо делать не в ущерб стадиону. Окей, не создают новые какие-то там спортивные площадки, но давайте не будем хотя бы уничтожать существующие. Как-то их надо поддерживать, восстанавливать, но уж точно не строить на их месте жилые комплексы. Вот предыдущий пример, где жилые комплексы можно создавать на территории промзоны – это ОООК для города. А вот на территории какой-то рекреации, оздоровительных сооружений, стадионов – это, очевидно, плохо. Надеюсь, что те, кто выбирал этих депутатов, как-то на них попробуют хотя бы повлиять. В центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры. Ночью обрушилась часть памятника архитектуры на Нежинской, 16, доходного дома Стретенской церкви 1879 года постройки. Вообще это грустно, что у нас с исторической архитектурой вот такое происходит, что за ней не следят, что она там в таком ветхом состоянии. Причем чиновники заявляют, что они знали, что вот ситуация такая была и следили за ним. И действительно, в принципе, это так, потому что немного ранее там дом дал трещину, и всех жителей отселили. И, слава богу, при обрушении вот этой части никто не пострадал. Но, в принципе, раз все обо всем знали и тоже знали, что это памятник архитектуры, кстати, наверное, необходимо было какие-то меры применять, чтобы такого не произошло. Все-таки Одесса город не бедный, и если он потеряет свои памятники архитектуры, ничего хорошего от этого не будет, потому что застройка там откровенно новая, говняная. Хотелось бы сохранить хотя бы то, что есть хорошее. Там, кстати, заявляется, что какой-то чувак из жителей проводил ремонт, и вполне возможно, что, собственно, его ремонтные работы и послужили таким фактором вот этого обрушения. Я абсолютно не удивлюсь, потому что я сам занимаюсь конструкциями, проектирую дома и постоянно сталкиваюсь с тем, как в новых домах люди штробят, вырезают в несущие конструкции всякие розетки, вырезают арматуру несущую и, в общем, делают, что хотят, что, разумеется, очень плохо. Слава богу, есть там некоторые запасы прочности, но это все недопустимо. Такой колхозный ремонт, потому что кому-то хочется в колонну вмастить розетку, нельзя ее несущие свойства портить. На улице Кирилловской в Киеве у маршрутки отпали колеса. Вообще обычная новость, ничего особенного, такое постоянно происходит. Ехал я как-то в такой маршрутке, отпало колесо, все вот так просто качнулись, там бабка какая-то упала на вот эту тумбочку, но там безопасность 5 звезд, ковер водитель постелил, все, никто не пострадал. Он там по 2 гривны всем назад вернул, выходили. Очень все рутинно и спокойно происходило. Я уверен, что люди, которые ехали в этой маршрутке, чуть ли не каждый день в такой ситуации, поэтому вообще обычное дело. И там еще и половина довольна, что полпути проехали, получается, бесплатно, им вернули 2 гривны. Водитель потом всех выпустил, пошел куда-то в АТБ, купил скотч, примотал колесо, дальше поехал возить людей. Вообще маршрутки все так работают, поэтому ничего особенного. И новость бы это не была новостью, если бы там трамвай не застопорили, и люди не поснимали видосики. Пока ждали, пока там что-то порешают. А так бы и мы знать не знали. Конечно, очевидно, что маршрутки это дно, их не должно быть. Они в ужасном состоянии. Там и техническая какая-то безопасность, экологические стандарты никакие не соответствуют. Они просто как каракатицы выпускают черный дым за собой. И вообще это ужас. И там никак не учитывается весь вот этот нал. А в Киеве, например, его там 10 миллионов гривен в день обороты. Это огромные суммы и никак не учитываются. И, конечно, с этим всем надо бороться. И нормальная городская власть так бы и делала. К сожалению, мы пока такое не имеем в городе. Видите, они деребанят землю и деребанят бюджет. ЖК-шечкой этой недели будет Файнатаун. Дело в том, что Файнатаун это второй по популярности ЖК в Киеве. По данным Лунмиста и это по просмотрам на Лунмиста статистика. То есть, ним довольно-таки много интересуются. Кстати, я сам заходил, смотрел, а также ездил на просмотры. Но тут нужно сказать, что вот эти все просмотры на сайте, это не обязательно означает, что именно он там лидер в продажах. Все же у Файнатаун довольно-таки много рекламы. И очевидно, что люди интересуются. Но не обязательно, что они покупают. Но в то же время это интересный ЖК. И мне кажется, он довольно-таки хороший. Застройка Файнатаун это прямо-таки город в городе. Множество домов. И мне нравится, какая тут, в принципе, этажность. Предполагается построить 57 домов. Класс комфорт. Этажность зданий 5-16 этажей. Что, в принципе, неплохо для города Киева. Здорово, что вот уже немножко подальше от центра. Отказались от высоток. То есть, не строят 25 этажей. А 5-16 это очень приемлемая этажность. Также мне нравится, что тут используют фасад клинкером. Отделывают плиткой. Это здорово. Этот фасад более долговечный. Он не так пачкается. И лучше моется. Выглядит симпатично. Хотя и мокрого фасада там хватает. Мне, например, не нравится наличие корзинок для кондиционеров на фасаде. Я понимаю, что это такая необходимость. Но само решение мне не очень нравится, как оно выглядит. Но в то же время лучше, чем без них, чем просто кондиционеры на фасадах. Но лучше придумывать какие-то ниши. Например, как в том же Тетрисе их сделали. Или же на крыше ставить. Или же делать центральное кондиционирование. Или же просто на балконе. То есть, вариантов много. Конкретно этот с корзинками мне не очень нравится. Что из хорошего? Так это благоустройство. Оно реально топовое. То есть, вот этот ЖК демонстрирует, что действительно люди уже обращают внимание не только на квадратные метры, не только на саму их квартиру и местонахождение, но еще и на благоустройство, на то, как они будут проводить время вне своего дома, а во дворе. И здорово, что там оно вот такое качественное, крутое, действительно европейского уровня. Из того, что мне не нравится, это то, что тут закрытая территория. Причем одно дело, когда закрытая территория просто где-то во дворе. То есть, есть ЖК, у которого небольшой двор, и там закрыта территория. Это ок. Но не ок, когда вот такой квадратный километр почти закрывается полностью вся территория. То есть, нет никаких связей с городом. Это просто-таки ужасно. Еще тут немножко такая некрасивая история. Это от застройщика Канн они делали комфорт-таун. И там тоже закрытая территория, тоже огромная такая часть. И там были дворы запаркованные автомобилями. Теперь они решили освободить дворы свои от авто и сделать закрытую территорию. Но что это значит? Это означает, что люди, которые не хотят покупать паркинг, обычно таких довольно много. И они не могут поставить авто на своей закрытой территории, потому что она закрыта еще и от автомобилей. Значит, они ставят свои автомобили по периметру. То есть, вот таким образом, вот такая вот закрытая территория, она как бы, знаете, выносит мусор, всю вот эту нежелательную историю, за периметр своего ЖК. То есть, это еще такой какой-то негатив по отношению к окружающей застройке, к соседям, которые там всегда жили. То есть, получается, что вот эти машины, которые мешают всем, они еще и ставят их по периметру. Мне кажется, если вы делаете закрытую территорию, то ставьте машины на своей закрытой территории. Хотя бы так. А в целом, нельзя делать такие гигантские просторы закрытыми. Это убивает город. Еще, если говорить по архитектуру, я когда там гулял, смотрел, я рассматривал как вариант для покупки всей квартиры там, но все же отказался из-за ряда факторов, в том числе и цена. Мне кажется, что цена слегка завышенная за то, что там предлагается. То есть, там мне качество архитектуры не совсем прям такое топовое. Например, вот эти накладочки на углах, ну, это дешевизна. То есть, пластиковые накладки, это признак такого немного дешевенького ремонта, евроремонта. То есть, все-таки необходимо выполнять подрезку. Также как-то меня смутили окна, какие-то они кривоватые, действительно выглядят очень дешево. Все-таки я во многих ЖК встречал получше окна. Также, когда я был на просмотрах, там не было ЖК с балконами. То есть, там прекрасные дворы с прекрасным благоустройством, но в то же время они отрезаны от вашей квартиры, потому что там все балконы остеклены. То есть, там такие лоджии скорее. Сейчас вроде как появились ЖК с балконами, и это здорово. Но в то же время и цена уже неплохо выросла, и за эти деньги у меня есть варианты получше. Например, тот же ЖК 044, который я рассматривал, мне кажется, у него и место лучше, и сам он визуально лучше и приятнее. Насчет темпов, то темпы строительства тут довольно-таки внушительные, и, пожалуй, даже такие являются примером для многих. Стоит на них ориентироваться. С документами, в принципе, у Кана всегда все в порядке. Это такой довольно-таки, я бы сказал, порядочный застройщик, и тут нет никаких подводных камней, как мне кажется. Учитывая, что тут целая куча домов, тут довольно-таки большой выбор планировок. В принципе, поэтому как-то там критиковать какие-то конкретные не могу, потому что есть планировки, которые мне нравятся, а есть, которые и не нравятся. Поэтому тут, я думаю, каждый сможет выбрать то, что им нравится. Так что вывод про ЖК у меня немножко неоднозначный. Вроде как очень много чего хорошего, в том числе для города. Создание таких ЖК это однозначно плюс, потому что там еще и есть активные фасады, прекрасное благоустройство. Сделали, кстати, застройщик смарт-улицу в очень таком хорошем состоянии. Это чуть ли не лучшая улица в городе, хоть там маленький участок улицы Салютной напротив ЖК. Действительно прекрасный, прекрасный пример для коммунальщиков. Но в то же время мне не нравится вот эта вся огромная закрытая территория. В Киеве рекламщики срубили взрослую магнолию, которая заслоняла рекламу LG Global. Это очень грустно и это вообще отражает вот этот варварский подход. Ну как можно взрослое дерево срубить, потому что там не видно вашей рекламы. Вообще какого хрена там ваша реклама и уж точно нельзя срубать дерево, если там оно что-то заслоняет. Дерево намного дольше там было, и оно там не то, что никому не мешало, оно приносило пользу, тень, и вообще красиво было. Это, очевидно, очень плохо и невозможно представить такое в каком-то цивилизованном развитом городе. Я представляю, сколько бы критики обрушилось бы на вот эту компанию, которая это сделала, и на компанию, которая, собственно, рекламировалась на таком, а именно, кстати, LG рекламируется на этом фасаде. Не могу представить, чтобы такое произошло где-то в Сеуле. Столицы презентовали первые этапы программы комплексной реконструкции устаревшего жилья. Но, к сожалению, как-то нигде не описано, что это за программа, и то, что я, в принципе, знаю из инсайдов, хотят, в принципе, просто снести старые дома и вместо них поставить высотки. Это никакая не реконструкция и не реновация. Это просто снос и строительство нового жилья. Очевидно, это очень плохо, и так никто не поступает в цивилизованном мире. Все-таки делают реновацию. Да, старые хрущевки, они уже в плохом состоянии, но их реновируют. Это на самом деле дешевле, чем построить новое здание, но в то же время выгоды тут будет немного. Одно дело снести пятиэтажечку и построить тут 25 этажей. Очевидно, прирост квадратуры в 5 раз он выгоден. Другое дело, когда ты там реновируешь, чуть-чуть расширяешь, утепляешь фасад и, допустим, надстраиваешь один этаж. И ты там в лучшем случае выходишь ноль, а то еще и придется доплачивать. Это невыгодно. Но вот, по крайней мере, пока мы не знаем никаких фактов о том, как именно собираются проводить эту программу. Будем за этим следить. Львовская депутатка отчитывала проектировщика дорог за островки безопасности. Я вам, как мешканка, как водяй говорю, что щодня, как минимум двече в день, я еду тою дорогою туда и назад. И каждый раз я очень не злым и тихим словом вспоминаю тех, кто спроектировал и сделал эту улицу. И лучше бы я ездила теми ямами, но без этих супер островцов безопасности, которые я периодически вижу, как въезжают автомобили, которые я периодически вижу, как створятся аварийные и небезопасные ситуации, а вы поставьте туда людей и проанализуйте. Это я вам говорю, как водяй с купоречным статом. Вообще, конечно, проектировать дороги, заниматься транспортом – очень такое неблагодарное дело, потому что все, кто хоть раз ездил за рулем, сразу считает себя экспертами и лучше всех знают, как проектировать, как строить дороги и вообще, что надо сделать, чтобы город поехал. Любой таксист вам расскажет и как страной управлять, и вот что надо сделать. Понятно, что расширить дороги и все поедет. Почему-то у нас люди считают, что если они чем-то пользуются, то значит, они знают, как это делать. Но именно в дорогах это проявляется больше всего. Как-то мало людей рассказывают, как конструировать самолеты или рассчитывать дома, расчеты делать. Нет, а вот как спроектировать дорогу безопасно, люди любят рассказывать, и чтобы город поехал. Хотя тут тоже нужно образование, это инженерная специальность. Там тоже много расчетов, много формул. Но все это исследуется, и все это не так просто. И проектировщики, это инженеры, они знают свое дело, они выполняют нормы. И опыт использования, это не дает права указывать, что и как делать, особенно в такой форме, особенно если ты депутат. Это очень грустно так, когда вот такие депутаты у нас, потому что, очевидно, островки безопасности, это в принципе такой мировой тренд в западных городах, именно так и поступают. Именно так успокаивают движение, именно так работают сейчас с дорогами. Посмотрите подробнее видео Саши Шитюка, он там с примерами очень хорошо разобрал. Я лишь добавлю, что это очень плохо, когда депутаты лезут в то, в чем они не разбираются. В сквере на Бастеной коммунальщики срубили три дерева, которые выглядели здоровыми. Это очень грустно, что вообще рубят вот так деревья, и то есть их там не занимаются уходом, не занимаются кронированием. Причем действительно по фото видно, что там стволы здоровые, они там не поражены какой-то гнилью. Причем даже когда там отрубают большие куски ветки, их никак не обрабатывают, и потом дерево начинает болеть, и оно умирает. То есть даже вот такое кронирование, его необходимо выполнять правильно, чтобы дерево потом после него не умерло. У нас зеленбуд, к сожалению, не умеет ухаживать за деревьями или просто не хочет, потому что выгоднее убить дерево и посадить саженцы. На этом можно заработать дважды причем. И на вырубке, и на закупке, и на саженцах, на посадке их. Причем там вырубили, и вместо деревьев там появились какие-то флагштоки. Это абсолютно мерзко. Я не знаю, я не хочу флагштоки вместо деревьев. Напишите, может вам больше нравятся флаги. В Киев-Автодоре заверили, что они предвидели ямы на дорогах, и у них все под контролем. Ну вот здорово. В принципе, мы все знали, что будут ямы весной и после снега. Мы уже привыкли к такому, и неудивительно, что Автодор тоже к этому привык. Дарвинский мост в Киеве будет достроен общими усилиями Укра-Автодора и Укра-Залезницы. Напомню, что Дарвинский мост начали строить еще в далеком 2004 году. Его, в принципе, основное сооружение закончили, но не закончили съезды. И поэтому он не используется на полную, потому что там эти съезды не очень удобные. Те, что есть, подъезды к нему. Если их все-таки закончить, то, возможно, трафик немножко перераспределится с других мостов, и это даст возможность произвести нормальный ремонт моста Патона и Южного моста, потому что трафик будет ехать по Дарвинскому. В общем, новость хорошая, и вроде как Укра-Автодор доказал, что они последние два года неплохо такие с мостами сейчас работают, и вроде как неплохо их сооружают. Посмотрим, как у них выйдет с Дарвинским. Пассажирской компанией Укра-Залезницы рассказали о том, как будет развиваться Сити-Экспресс. Проект Сити-Экспресс – это электрички, которые будут соединять аггломерацию с городом. Причем это не только Киев, но и планируется также их осуществлять в Днепре и в Харькове. Это, в принципе, самые большие города в Украине, и там действительно большая аггломерация. Например, в Киеве аггломерация более 5 миллионов человек, в Днепре 2,2 миллиона и 1,6 миллиона в Харькове. В Днепре планируют электричку сообщать с метро, то есть сделать там какую-то удобную пересадку. Это, в принципе, правильно. Быть может, хоть как-то загрузят это метро. Мы там еще помним, что строят продление этого метро, и может действительно оно станет хоть немножко рентабельным, потому что сейчас оно никому не надо. В Киеве тоже очень не хватает нормального пригородного общественного транспорта, и электрички могут с этим справиться. В Харькове, честно, не знаю, как там обстоят дела с электричками. Напишите, кто из Харькова, как оно, нужно ли вам такой проект. ВОКС Украин исследовал, что в 2020 году на дороги было потрачено больше, чем в любом другом предыдущем году. Разумеется, цифра не в 10 раз больше, чем за 10 предыдущих лет, как где-то сказал Зеленский, но все равно улучшительное и визуально чувствуется, что дороги действительно ремонтируются. Я много езжу по Украине и вижу, как действительно их делают, поэтому, в принципе, это важно, важно развивать инфраструктуру страны, так страна будет богаче, так стране будет лучше жить. В Луцке появился троллейбус с встроенной системой обеззараживания воздуха. Очевидно, это все связано с коронавирусом, и вроде как прикольная инициатива от Богдана, но в то же время лучше бы вы там вентиляцию сделали, кондиционеры сделали, чтобы это все функционировало. Например, в тех же самолетах маленький риск заражения именно из-за того, что там нормальная вентиляция. Просто делать вот эту рекуперацию с обеззараживанием, этого мало, хочется как можно больше, чтобы воздуха было в общественном транспорте. Байден отменил указ Трампа про красивую архитектуру. Документ, написанный Трампом, требовал проектировать федеральные здания красивыми, в классическом стиле, которые походят с античной архитектуры. Он был против брутализма и деконструктивизма. Ну, достаточно посмотреть вообще на Трампа, на то, какая у него квартира, появились интерьеры в сети. Очевидно, он такой колхозник, и у него нет никакого вкуса. Это очень грустно, что такие люди вообще лезут и диктуют, как жить другим, и диктуют еще там, где они вообще ничего не понимают. Здорово, что все-таки у Байдена нашлись какие-то нормальные советники, которые подсказали ему, что этот указ необходимо отменить, потому что это какой-то позор. Архитектура всегда должна быть современной. Нельзя повторять какие-то прошлые стили, иначе она обесценивается. И это касается любой страны. То есть сейчас у нас очень популярна вот эта архитектура с рюшечками, причем архитектура, которая не свойственна Украине, это не наша архитектура, пародирует какие-то западноевропейские города двухсотлетней давности. Та же Британия, там Англия, различные вот эти кварталы, или же воздвиженка. Все это плохо, это все не наше. Нам необходимо создавать свою современную архитектуру, чтобы наши потомки знали, как мы жили, что мы творили. В таком пародировании ничего хорошего нету. Тем более с современными технологиями сделать лепнину, это совсем другое, чем сделать было ее 200 лет назад вручную. Сейчас она не представляет никакой ценности современной. Всемирный банк выделил 20 миллионов евро инвестиций компании Bolt для развития сервиса в странах Восточной Европы, включая Украину. Очень здорово, мне нравятся шеринги самокатов, и надеюсь, что их будет больше. У нас уже довольно-таки неплохая конкуренция. В Киеве Bolt зашли первые, и я сделал на них обзор. Посмотрите на него, он довольно неплохой и, мне кажется, информативный. Я надеюсь, что эти инвестиции помогут Bolt снизить цену на шеринг самокатов, потому что пока это просто такая дорогая игрушка для покататься, но никак не транспорт в наших реалиях, это действительно дорого, их тарифы. Я тут решил немного развивать свой канал, продвигать, но, думаю, делать банально, проплачивая рекламу, пока не хочется, поэтому попробую сделать это с помощью вас, и как-то полезно. Я вот закупил вот такие урбанистические книжечки, и думаю их разыгрывать, и, быть может, с помощью вот такого вот розыгрыша получится немножко продвинуть канал, и, собственно, как мы это сделаем. Сегодня разыграем две книжечки. Первую я дам тому, кто репостнит в сторис Инстаграм это видео, ну, то есть какой-то там фрагментик, и меня отметит. Собственно, кто первый этот сделает, тот и получит эту книжку. Очень просто и моментальный розыгрыш. Я не буду сразу добавлять истории к себе в Инстаграм, подожду часик, ну, все-таки хочется, чтобы побольше людей это сделали, но получит ее все-таки первый, а всех остальных я просто добавлю к себе на страницу в сторис. Условия надо быть подписанным на мою страницу Инстаграм, чтобы ваша страничка была открыта. А вторую книжку я разыграю другим образом. Я опубликую это видео у себя на странице в Фейсбуке, и вам надо будет его репостнуть. И вот среди тех, кто репостнит это видео, я и разыграю книжку. Только надо сделать репост именно со страницы в Фейсбуке, потому что если вы просто репостните его с Ютуба, я этого не узнаю, мне это не показывается. Поэтому рандомно выберу среди тех, кто репостнит именно видео на Фейсбуке. Вы можете сделать и то, и другое, тогда шансы будут выше. И, кстати, ставьте колокольчики, потому что вот такие вот розыгрыши первым я буду проводить. Они не будут всегда связаны с Инстаграмом. Может быть, будет какой-то первый комментарий, тоже получит книжечку. В общем, я планирую продолжать вот такие вот истории. Посмотрим, как это будет отражаться на развитии канала. Надеюсь, это будет все-таки лучше. Мы вроде как полезным делом занимаемся, и книжки поддерживаем издательство, и, собственно, больше книжек прочитают каких-то полезных, и это тоже хорошо. Вот такие вот новости на этой неделе. Пишите комментарии. Как всегда, с удовольствием их читаю. Также делитесь, участвуйте в конкурсе. Я с удовольствием вам отдам эти книжечки. Пока!